всем привет дорогие друзья ну что сегодня у нас начинается второй день сегодня у нас есть помощник иван мужчины будем вместе с вами разбирать беседку на самое главное зажигать мангал ванта умеешь зажигать мангал не умеешь сейчас того будем учиться поехали так ну что здесь у нас приспособление это разные всякие ничего не улетела вань догадайся откуда эта штука ну да это так отлично здесь даже уже здесь даже уже есть у нас хворост ваня что удачный ты знаешь что удачный костер это когда у тебя хворост есть вот это вот вот мелкие такие веточки это называется хворост вы пишете где-то слушал вот ты сейчас смотри у тебя задача мне помочь да вот здесь вот тоже видишь вот это тоже хворост тебе нужно разломать вот эти веточки пока сейчас схожу за спичками маленькими и бросить их весь все в мангал а я иду за спичками и за бумагой потому что без бумаги костер не разожжешь от натуги молодец ты все ты все давай мамуль поздороваешься со всеми маму все давно уже не видели мы ее сами не только по ватсапу сегодня наконец-таки увиделись на даче но видите еще пока на расстоянии держимся так значит вот такую вчера бумагу прихватила ваша не я знаю откуда она у них там но мне кажется что она будет хорошо гореть и плюс вот такой вот брусочек с опилками сейчас попробуем все это дело поджечь ваня ваня увлекся совсем и сказал вот это за мать а ему самое главное что ломать только самому главное самому не сломаться вань давай давай эту можно такую большую найди подержи раздожжем с тобой костер аккуратненько держишь смотрите какие спички длинные у нас знаешь почему они такие длинные потому что чтобы не обжечь так поджигание нет и не бойся вань тут же сейчас ничего не сполохнет а то есть смотри и вот этот вот брусок вот он очень этот брусок мама то есть не сейчас задача еще подкидывать да конечно сейчас нужно разжечь со всех сторон судить как удобно с такими длинными спичками разжечь со всех сторон бумагу а я сейчас загорелся вот этот вот тоже брусочек чтобы загорелись какие-нибудь вот эти вот дровишки эти здесь как удобно у нас сейчас сделали что есть место чтобы можно было от сложить какие-то такие что так подбавляем что костер давно не жгла спички очень удобно и видите они каминные специальные спички чтобы не обжигаться так вот они видишь ванне все все ветки нужно все все забросить вот сюда и участок расчистим и дровишки приготовим никак будем сегодня до шашлык сперва мы все разберем приготовим все места столы и все остальное у тебя задача ваня все вот эти вот ветки все забросить вот сюда так мы с вами сделали вот такую вот кормушку для птичек самый простой вариант я сегодня купила пшено пшено и семечки купила сейчас насыпем посмотрим птицы будут прилетать или нет так вот пшена будем с тобой наблюдать но они же должны как-то хочу но здесь птиц много так что я думала что должны прилететь а тебе зачем пшено не надо поразбрасывать подачу потому что здесь муравьи и муравьи будут есть муравьев вот больше когда много муравьев это не есть хорошо так ну а я сейчас покажу свой плацдарм потихонечку вот сюда принесли мог мангала стол это наш прилавок с оксаной бывшей с работы он нам в этот раз не понадобился я хочу в вагоне таким чтобы больше сгорелась дома так горит очень хорошо все вытащила сейчас вот из беседки поставили уже качели установили ой сколько вчера комментариев прочитала про качели сказала качеля и все и понеслось все а я начинаю здесь сейчас все умывать уже вот видите все убрали сейчас выброшу все отсюда не нужно помою установим сюда уже нашу любимую караоте система все убрали хоть передохнуть немножко так знаете как некоторые пишут вот там одышка вы когда спортом занимаетесь мне интересно вы ровно дышите или учащенно вот помыть вымыть здесь все и расчистить это все как сродни спорту что ой вань сейчас тут уже чисто нет сейчас я новую налью ну вот там вот более-менее чисто где это сковородка где сковородка можно можно лить в общем покажу сейчас что мы сделали совместными усилиями еще конечно делать и делать но уже хоть немножечко картина прорисовывается можно сейчас будет уже шашлыками заняться он нашел водный пистолет нашел себе занятие так ну и вот во что превратилась беседка вы вчера видели я вам показывала все было завалено конечно тут еще перемывать полностью всю посуду но это уже позже сейчас самое главное было расчистить белизной вымыла стол лавочки подключили уже нашу систему можно уже петь наш старый телевизор сюда видите переехал отмыла печку ну то есть это наш такая здесь и беседка и как бы летняя кухня такая наш она собственно говоря дачи-то и не зимняя во всяком случае все в чистоте мама там с юрой копают андрей он там скопал сейчас в общем все подвигали мебель подвигали вот здесь у меня видите такая помывочная тоже все вот эти вот ловчонки все это нужно поперемыть и начать заниматься сейчас шашлыком самое главное ведь и ваню при деле нашли ему нашли ему водный пистолет смотрите сколько уже у нас здесь углей нагорело прям вообще замечательно сейчас как раз все вот это вот домой уберу все вот эти тазики и будет уже отлично сломал пистолет что и все значит приказал долго жить называется ничего страшного так ну что наконец-то приступаю я к приготовлению на войне подержи пожалуйста давай сначала сортить замариновать надо курицей трамвать водичка дело сайте это у нас вот такая вот готовка на даче там огонь если что занимается что-то основной это вот эту соль которую я вчера показывала нашу курицу засыпем в наших специях вместе с солью вот так вот таким вот образом мы соли все это дело но тут и трава и соль сейчас это немножко постоит и пока мы сейчас вань твоими займемся этими сардельку мама на этим показываю они не режутся так я угли не ложила я сегодня много на наш глаз здесь всего смотрите сардельки сразу же сразу же вспухли и вот такая вот курочка у нас филе куриное положила а что-то мне как-то это конструкция что-то я сотрю ненадежно не знаю потом перевернется нормально смотрите как раз сардельки шкварчат и взрываются слышишь сардельки у меня была плохая идея одевать потому что у меня уже пальцы болят а что у тебя пальцы болят просто пальцы болят потому что я постоянно бегаю я была понятна потому что вот это вот вся у них шкурка сейчас она нагреется и мы ее и мы ее спокойно снимем будешь с кетчупом есть и эти нагревается вон она смотри видишь лезет лезет просто они еще не нагрелись не набрали закипает так смотрите какой жар там жар что курица аж моментально правит вода там немножко костерок мне сейчас надо его затушить сейчас я вот это уберу юр как тебе этот мангал шикарный шикарный но я в ашане сейчас увидел что иван рассказывай сардельки с дымком это у тебя сардельки с дымком и это не искусственный а что маленькая сарделька но возьмешь потом добавки те как будто отберет отбирает а у меня здесь горит у вас смотрите какая же прелесть за что я люблю вот это вот куриная фелиза то что она очень очень быстро готовится раз и все так мне надо палить еще чуть-чуть садись их ты чувствуя сейчас там чайник закипел надо чайник сюда принести кружки надо принести и сядем сядем присядем на банте там иди сбегай хочешь за стаканом возьми то что я не могу сейчас пока отсюда отойти мне надо следить чтобы не сгорело а прямо-то дым в лицо глаза слезятся от того что дым улица уже начал стывать уже не вкусно поэтому сардельки надо есть сразу как только сделали так но тучки но во-первых потеплела вечер ушел а завтра обещают 20 градусов ребят у нас дождь обещают завтра дождь дальше 20 градусов ну что что дождь а чем тебе страшен дождь вон беседка вон дом оксана там в доме разобралась красоту навела всю полную мы беседку сегодня общими усилиями убирали юра сегодня отработал как всегда участок скопал участок скопал ты чоксан такой диоделось то может быть я потому что здесь костром стою рядом здесь так жарко настолько жарко что я как в сауне здесь это стою рядом ну что я вот таким вот образом взяла уже потертый сыр сюда на дачу взяла лавашек сейчас все это дело мы попробуем запечь так вот сейчас у меня освободится решетка решетка решеточка ну как вы думаете готов уже он или нет принципе курица быстро жарится как вы думаете готова она или нет уже минут 15 бабушка мам ты как аленка сидишь вот смотрите она вся прям прожарилась мама спрашивает про ваню на учебу не было у него учебы фактически мы с ним занимались дома я вот это вот смотрите любимая красота здесь жар такой сильнейший так конечно через камеру ты понятно не передается но очень-очень жарко куда нас завезете кто а газ нужно заправить будем будем жить готовить еще второй этаж до осталось нам убрать ну завтра уберем завтра будем завтра у нас слышите май май от слова мается а мы будем работать традиция но дожди мы зато тепло завтра 20 градусов так что меня дождь например не пугает я вообще дочь люблю и ваня тоже дочь сейчас кто сказал юра сказал про таиланд что таиланд сказали не откроют до сентября блогеры конечно сейчас никто ничего не знает вот кто спрашивает что вы будете делать куда вы поедете пока что никто ничего не знает кто куда поедет и выпустят или нет пока что из домов никого никуда не выпускают какая речь идет про поездки смотрите какая прелесть получилось если все это разрежу хрустящим она там хрустит соглашают тур ну это была какoring не намекает он открытым текстом говорит хорошо конечно к отыешь не помню А когда ты практически ничего не ешь и поунишь от воздуха. Неужели мы даже в Грузию не сможем съездить? Нет. Через Армению опять? Ну а что? Армению что? Не понравилось? Нормально только. Так причем здесь эта граница-то закрыта еще наша? Ну и не сейчас. Никто же не летает. Летом да, строят. До лета осталось один месяц. А кто сказал, что летом откроют? Ну вот сейчас откроют. Сегодня фильм будет Москва слезам не верит. Вань, вот я понимаю, когда мы на дачу с пакетами приезжаем. Но когда из дачи с пакетами уезжаем, вот это непонятно. Ну это вообще как бабушка. Ну я ей говорю. Но мы там брали сюда, не понадобилось. А ты что это шапку сейчас не одел? А мне не надо. В общем, мама сейчас уезжает вместе с Ваней. Андрей у меня уже уехал. А мы еще остаемся здесь. Поможи пока она здесь, еще дедушки нет. С Оксаной с Юрой надо до конца здесь сейчас еще. Ну вот это все убрать соответственно. Научись очистить. Ваня уже все. Нагулялся, наигрался. Это мы картошку в магазин покупали. А теперь будем сажать картошку. Вот эту сегодня, смотрите, грядку, Вань, честно, да? Копал папа вот эту грядку сегодня у нас. Ну в смысле муж. Ну я так про папу своего как дедушка, да? А я этот вкус немного варил. Что ты делал? Полил? Немного. Ваня поливал тут все бегал. Мам, как тебе вот эта вот система полива-то понравилась? Отлично. Умница. Я сегодня это... Да, умница. Я сегодня идея вымала беседу. Так, слушай, мам, я вчера смотрела передачу. Слышишь все? Оставь, я сейчас это вынесу. Про вьюны. И я хочу вот сюда вьюнов посадить. Кстати, клематисы говорят, что они тоже очень хорошо поднимаются как раз таки по сеткам. Чтобы не видно было. Вот у меня два пустая есть. Где? Ну вот они. Можно купить хотя бы... Они же очень хорошо разрастаются в разность. Или может быть типа дикого винограда по сетке посадить. Ну а как ты думаешь, когда он разрастись сможет? Я не знаю даже. Но у нас еще кост-костя. Ну то есть в этом году он не разрастет. Смотрите, Юра, Юра. Наконец-то на Юру посмотреть в работе. А то он пришел, тут же петь сел. Да. Вот, вода течет там, все дела. О, видите, как у нас, почему у меня муж не любит. Резет. Поровнее, получше, побыстрее. Поэтому он отсюда бежит, сверкаем пятками. Бегом. Не знаю, мне нравится. Наслаждайся. В общем, я вчера стала смотреть. Но, правда, все друг у друга копируют. Там рассказывают миллионные просмотры у людей. А рассказывают одно и то же, и одни и те же фотографии показывают. Вот так вот, чтобы кто-то свое показал, а не на фото. Ни у кого не видела. Но хочу как-то вот здесь вот по оградке, по этой, по забору пустить что-то такое вьющееся. Мы проезжали мимо, сейчас у нас здесь открыли место, где торгуют вот этими уже саженцами. И вот хочу туда заехать, посмотреть, что там из вот этих вот вьюнов есть. Дедушка приехал, забуксовал тут же. Привет! Не вписался в поворот. Дедушка у нас с работы едет. Наработался теперь на вторую работу. Но он тоже от дачи у нас бежит куда подальше. Давай, Вань, пока! Что, Оксана, смотрите сегодня, молодец. Разобрала здесь все. Продолжу. Картошку сюда принесли. Будем сажать скоро, да? Все, чистота. Идеально. Что-то настроил там, да? Иди посмотреть. Неправильно, что ли? Здесь тоже, видите, все. Но еще вот здесь, конечно. Но это завтра. Пойдем, пойдем. Мне надо переобуться. Я в кроссовках приехала. Сейчас вот в эти одену. Садовые. Садовые универсальные называются. Самая лучшая обувь для дачи. Пошло дело до караоке. Вот такой вот клубок из проводов. Сейчас нужно вот это вот все распутать. Наработались сегодня. Оксана даже забрался на лавку. Но сейчас хочет прямой эфир провести. Так что вы это видео уже потом увидите. Все я здесь тоже уже разобрала. Красиво. Красиво. Мангал накрыло. Пептение птиц. Слышишь? Ага. Ой, красота. А здесь... Красиво. Красиво. А здесь надо сейчас еще полы мыть дополнительно. Что-то я смотрю. А оно не отмывается. Я думал, два раза помыло. Вообще-то вообще не... Не, ну грязь, потому что ясное дело, что грязь. Ну ничего, отмоется все постепенно. Главное вот газ еще, чтобы яичницу там сделать. И здесь надо поставить эти черевички, короче, заходить, чтобы снимать беседку в черевичках. Ага, босиком. А лучше ковер положить. У нас же ковер есть еще один. И пылесосик здесь. Здесь розетки есть. Да, и пылесосик. Электричество есть. И разбираться. Слышишь, заберу дома этот робот-пылесос. Андрей у меня не переживет. Понравился? Очень. Ну вообще шикарно. Утром ему программу задаешь. Ну а как он сам вот тыкается от стенки? Вообще не тыкается. Умнейшая машина. Ну знает где углы, где чего, обходит их стороной. А Даша как? Даша наблюдает за ним, не боится его. И с самого начала не боялась? Нет, она на него сперва настороженно смотрела и... Скажет, что за новый кот. Да. Не, не кот, но она прям вообще напряглась. А потом ничего, нормально. Любимое время Юры наступило наконец-то. Ветра в столбах. Ветра в столбах. Ветра в столбах. Что будем вот с этим делать? Хотели холодильник продать? Не продается на Юле. Никому не нужен. А он еще действующий. Он старенький, конечно, морозильный. Вот эта вот камера. Но она еще нормальная. Выбросить жалко. Использовать. Ну то есть вот это вот все. Тебе не кажется, что дача вся состоится из противоречий? То есть как бы с одной стороны ты сюда приезжаешь отдыхать, с другой стороны ты здесь постоянно работаешь. Это во-первых. А во-вторых весь хлам, который у тебя дома, ты везешь сюда. Всякие мясорубки старые, посуду старую и все остальное. Нет, ну ты понимаешь, это дача, но когда тебе жалко выглядеть, ты везешь на дачу. Проходит сезон один дачный. Ты понимаешь, что это тебе не нужно. И уже с удовольствием, ну как сказать. С легкой душой завтра я буду выкидывать. Я уже приготовилась. Оно здесь скапливается, скапливается. И ничего здесь... Сейчас если бы я вам показала за корма здесь одежды наши. Одежды, посуды, сервизов. Мне пишут вот сервизами. Знаете, сколько здесь на даче сервизов? Сейчас бы вам могла показать. Потому что кружки у сервизов неудобные, они маленькие. И кофейные, что кофейные, что такие. Я такими кружками не пью. У нас вообще никто такими кружками не пьет. И все это скапливается. Вот здесь, смотрите, всякие там мясорубки старые. Крышки какие-то огромные. Кастрюли. Сахарницы вот такие вот какие-то. И вот такого вот короба, короба, коробах. Сейчас показываю вам, как эфир мы снимали. Крышки. Понимаете, это такой кайф, когда ты общаешься с людьми, и когда это вот есть прямое общение. Крышки. 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 И знаете как. У меня была какая-то такая апатия в начале вот этой самоизоляции. Несколько дней я не снимала видео. Я вообще рассуждала, зачем это нужно. Для кого это нужно. Что я несу вот этим всем? Что я хочу вам показать. Ну, чтобы это не было напрасно и это не было бесцельно. Но вот когда вы пишете и откликаетесь на то, что я делаю, я понимаю, что все-таки кому-то, хоть с небольшую пользу, но я несу, особенно сейчас, когда некоторые сидят в квартирах и не могут выйти из дома по каким-то причинам, да, то есть нет дачи, допустим, нет возможности, считаю нужным все-таки вам показать вот эту природу, вот эту красоту. Так что всем, как всегда, добра, удачи, позитива. Обязательно увидимся с вами вновь. Спасибо вам за все. Пока-пока. Солнце какое красивое! Убегая от снов и от прожитых лет Все равно ты себе не изменишь И от жизни возьмешь Только то, что тебе даст Господь И ни больше, ни меньше Огляни за собой Сколько в жизни сплелось Сколько судеб к тебе прикоснулось Пусть пол жизни прошло Как у всех на авось И удача другим улыбнулась Поговорим за жизнь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!